Продолжая видео обзор своих работ, я Маргарита Чайкова. Хочу представить одну из своих картин из моей Baby Horses Collection. Называется картина Вуаля. Написана она маслом по холсту. И мы видим сюжет, который очень привлекателен тем, что повторяет элемент конной выездки знаменитой французской школы кадр-нуар, находящийся в Сабюре. Школа эта характерна тем, что она многие элементы повторяет из испанской школы верховой езды. И по своему стилю очень оригинально, очень красиво и повторяет, еще раз повторяю, элементы высшей верховой езды испанской школы. Три школы в мире такие. Испанская школа, испанская школа верховой езды в Вене и кадр-нуар. Эти школы обучены в королевской манере для украшения королевских выездов. И вот мы видим один из элементов этой школы. Что касается самой живописи, которую я взяла, это оригинальная техника, может быть продолжение, той же техники французских импрессионистов, которые начинали тоже с классической живописи и дошли до своих оригинальных жанров. Это и Анри Руссо, и Пабло Пикассо, и Франц Марк. И очень многие те, кто обучался классической живописи, стали писать такие оригинальные картины. Вот Анри Матист тоже все знают. Очень известные художники, им очень понравился вот этот жанр, и он характерен тем, что я тоже думаю, почему люди, которые обучались классике, перешли именно на оригинальный жанр импрессионизма, кубизма, фализма, всевозможных техников, таких новых, инновационных. И оказалось, совершенно простой ответ, из-за поисков свободы в искусстве. Вот мне тоже волей случая получилось так, что я пришла именно к этому, хотя основой всего этого стоит все-таки классика. Но мне захотелось тоже попробовать себя в оригинальной манере, но почему нет? Почему не соединиться как-то с Францией и с ее импрессионистами? Каплю масла добавил сюда знаменитый французский художник Анри Руссо, самоучка. Две картины у нас представлены в музее Европы и Америки, при Пушкинском музее. Там он «Нападение ягуара на лошадь» и поэта его муза в постоянной экспозиции находится. Так вот, это и есть картина «Нападение ягуара на лошадь» и есть «Капля масла» в «Мою Бэви Хорзес Коллекшн». Андрей Руссо говорит, что он не учился, не хочет ни у кого учиться и хочет быть самостоятельным. У него очень много картин в стиле каких-то джунглей, сложная техника письма. Он очень кропотливый художник, самоучка. Научился писать и начал писать картины в 41 год. Вот, и, конечно, он подглядел у Джорджа Стапса сюжет, известный его картиной «Лев, нападающий на лошадь». Я, увидев уже, думая о сюжете Джорджа Стапса, увидела нападение ягуара на лошадь, думаю, ну что же они все нападают на эту лошадь. И написала картину в этой манере в «Мою Бэви Хорзес Коллекшн». Называется она «Утро леопарда». Мне она очень нравится. Я считаю, что она отразила то, чем я закончить бы хотела эту тему с нападением на леопарда. Тем, что леопард не нападает на лошадь. Итак, что еще можно добавить к живописи «Импрессионизм»? Это очень длинная тема, на самом деле, и непростая. Что еще? Да, вот Анри Руссо, я хочу его как-то представить. Тоже очень интересный, в общем-то, художник был. У него были всяческие фигуры «Ню», но я фигуры «Ню» не пишу, потому что я люблю одетых людей. Вот у него и фигуры «Ню», и вот животные там всяческие. Это говорит о том, что он посещал какие-то ботанические сады, какие-то музеи. То есть он жил во Франции, и, естественно, фотографий у него не было. Он ходил по музеям, выискивал типажи для своих работ. Все это было в примитивной манере, но сложнейшие, кропотливые, еще раз повторяю, техники. Это было непросто, ему все давалось. Как бы не хотели они добавить легкости в производстве работ, но ничего легкого там не было. Он очень работящий художник, который работал над своими работами, и работал очень капитально, но в своей манере. Еще раз повторяю, что он был художником-самоучкой. В общем-то, я тоже самоучка, если так честно. Но у меня была хорошая школа один год при архитектурном техникуме. Очень был хороший педагог, который мне просто на всю жизнь поставил видение на холсте и вообще видение рисунок. Я ему очень благодарна. И продолжение его, как говорится, обучения, продолжает мои работы. Вот так вот. Но поскольку работы в этой технике Baby Horses Collection фактически еще мной не завершены, то есть я их не продаю, потому что вообще хочу выпустить или где-то выставить всю коллекцию этих картин. И уже выводы будут конкретно сделаны посредством выставки полной коллекции Baby Horses Collection. Напоминаю, перед нами картина в оригинальной технике живописи маслом. Называется «Вуаля». С уважением к вам. Маргарита Чакова.